Библейский справочник в словаре и энциклопедии Это тоже, да, есть много хороших книг, справочников, которые можно читать. Например, библейский инциклопедия Боргауза, вот она выпущена даже в форме книги, очень хорошая, ценная информация. Я думаю, что очень. Я здесь, кстати, звездочки помечаю, так некоторые книги. Ну, звездочки это те, которые я рекомендовал бы в библиотечке проповедника иметь. Но я понимаю, что такие дорогие книги, купить их все сложно. И, кстати, весь этот список, практически все, я кое-что уже поменял, правда, есть в книге моей по гамилетике, которые в библиотеке, если вы возьмете потом, там есть весь этот список всей этой литературы, и что было бы полезным, потому что здесь вы не сможете все использовать. Ну, старые, вот раньше это были библейская энциклопедия под редакцией Архимандрита Никифора, синяя такая книга, помните, библейский слава Нюстрема, Вагелея, ну, они несколько уже считаются так устарелыми с точки зрения некоторых данных, данных археологии, может быть, исследования новых манускриптов и так далее. Ну, у них есть очень много полезной, хорошей информации, да? Еще такой вопрос, Библия Лопухина, я слышал о ней что-то? А, дойдем, дойдем, да, да, обязательно, это будет следующий раздел у нас. Вот, например, мне нравится очень, скажем, энциклопедия христианской апологетики Нормана Гайстера, ну, это такой фундаментальный труд для тех, кто занимается вопросами апологетики. Апологетики Нормана Гайстера, ну, это религия и так далее, фундаментальная вещь, очень солидная такая, кстати, дорогая и хорошая. Вот, эти слова, библейские персонажи, библейские реалии будут полезны. В общем, сборник библейских таблиц и карт, кстати, тоже неплохой такой. Вот кто-то говорил, что открывает карту, всегда смотрит на географию, где это происходило. Правда, одна проблема, да, теологический, энциклопедический словарь неплох, вот, в плане каких-то общих богословских терминов. Правда, с одной проблемой я столкнулся, мы для семинаров покупаем постоянно энциклопедии, словари новые, я уже заметил, что все невозможно купить, и они повторяются некоторые. То есть, уже не знаешь, какая-то информация есть там, потом часть информации в этой энциклопедии, часть информации в той энциклопедии, и, ну, это уже информация в этой энциклопедии, часть, все невозможно купить. Поэтому надо ограничиться парой энциклопедий. Скажем, библейская энциклопедия Браггауза, одна из таких вот лучших, которую неплохо было бы иметь. Теологический, энциклопедический словарь, ну, для тех, кто занимается богословием, не только проповедью, вот, было бы очень полезным. Ну и может быть энциклопедия, вот типа энциклопедии Никифора или Нюстрема, ну вот такие простые, полезные, ну и может быть энциклопедия, несложные вещи. Хотя вот новый библейский словар, библейские реалии, по-моему, издательство Мирт, они такие фундаментальные, солидные, если были бы средства и возможности, можно было бы приобрести. Вот это было бы, ну это было бы очень хорошо. Поэтому каждый словар чем-то по-своему хорош, некоторые больше внимания обращают на людей, которые описаны в Библии, некоторые на места, географические события. Вот скажем, там словар Баргауза, он старается все, они стараются охватить. Скажем, музыка, а какие музыкальные инструменты употреблялись в Библии, они описывают. Или такое это послание, вот чем оно характеризуется, какой историко-культурный контекст этого послания и так далее. Поэтому вот такая энциклопедия была бы, хотя бы одну иметь неплохо было в Библиотеке Проповедника. Или в электронном формате, как сейчас, я думаю, некоторые из вас имеют. Вот, кстати, вот, чуть брат уже говорил об этом, что очень полезно. Синонимов, словарь синонимов. Кстати, вот, чуть брат уже говорил. Вы помните, мы говорили, что Экклесиаз старался подыскивать изменения. Вот, когда вы пишете проповедь, вы думаете, когда вы ее излагаете на бумаге, вы можете лучше видеть недостатки своей речи. Вы, например, смотрите, о, повторяется одно и то же слово. Некрасиво. Давайте заменим синонимом. Ложь Shift F7 на компьютере. Кто на компьютере работает, это проще. Слово выделил, Shift F7 нажал, синоним появился. Хотя там тоже такой не очень большой словарь в компьютере обычно. Вот, есть словарик синонимов, но или словарик в форме книги, или словарик в компьютере в Word был бы очень полезным. Вот, то или другое. Надо подыскивать синонимы, чтобы красивее говорить, вместо того, чтобы одну и ту же мысль повторять. Ну, скажем, там, о цветке что можно сказать, какими словами синонимы можно сказать. Ну, вот, красивый, что еще можно сказать, чтобы не повторяться? Прекрасный. Удивительный. А? Удивительный. Удивительный. Или изумительный, или... Растение. Потрясающий. Растение. Растение просто, да. Вот это растение. Вот это прекрасное растение. Это цветок, это божье творение. Ну, менять, чтобы было красиво, как успешно. И вот, что брат говорил, орфоэпический словарь, это словарь ударений. Как правильно ставить ударение. Вот это очень хорошо проповедникам. Сложно, я когда-то пытался купить, даже еле нашел. Сейчас редкие это словари, очень редкие. Сложно найти такие словари, хорошие ударения. По крайней мере, найдите словарик ударений библейских терминов. Есть книга, библейская призывная проповедь, ассоциация Билли Грэма. Она, я думаю, даже здесь в библиотеке есть. Там в конце есть словарик библейских терминов. Как правильно произносить? Пожертвование или пожертвование? Вечеря или вечеря? Алкать или алкать? Алкоголь или алкоголь? И так далее. Вот многие термины, которые мы употребляем. Паралипоменон или паралипоменон? Иов или иов? И так далее. Бытие или бытие? Послушайте проповедников, вы видите, разные стоят ударения. Вот этот большой словарик, я понимаю, орфоэпический, он чисто светский, он все слова. Как они произносятся, говорят, ну вот там религиозные термины. Отыщите такой словарик, отыщите, если возможно, или просто сделайте копию, ксерокопию вот в этой книге. Призывная проповедь, как подготовить призыв? Не, призывная проповедь называется, да, по-моему. Возьмите эту книгу и на последней странице найдите и скопируйте. Сейчас уже есть какие-то христианские отдельные словари, там русско-английский и так далее, там есть эти вещи. Возьмите, это сделает вашу речь более красивой. В чем проблема ударения? Какая разница, параллели по Минону или там по-другому как-то, смысл проповеди как-то или притыкания какие-то бывают? Два момента. Первое, что мы стараемся Слово Божие произносить достойно, красиво. Не видишь бы, как произнести. Второе, в собрании бывают разные люди. Вот я не знаю, кто-то из вас может музыкой занимался. И вы представляете себе, как слушать тяжело фальшивые ноты. Я немножко в музыкальной школе учился, пел небольшой музыкант, но даже мне, вот я послушаю иногда, режет слух, если кто-то мимо нот поет, красиво. Представьте человека грамотного, который пришел в собрание. И он слышит такие, это для них красиво. Представьте, это весь проповеди. Проповедник себя не уважает. Как он хочет, чтобы его другие уважали. Поэтому здесь с точки зрения уважения к тексту Библии, как он хочет, чтобы его увидели, наверное, встречали. Библейское общество издало Евангелие, полный текст Евангелия, ударение практически над каждым словом специально. Возьмите его, найдите его где-то. Очень-очень полезно. Я слышал такое объяснение, что вот эти мелкие вещи, проповеди, к смыслу ее не добавляют. Как бы это правильно, что не добавляют. Но есть другая истина, что они отнимают. Если их нету, если их правильные, то тот смысл, который ты хотел передать, человек не может воспринимать. Получается, он, может, не добавил смысла, но отнял от того, что ты хотел. Ну, как бы мелочь, да, а уже. А человеку грамотному это настолько режет слух, настолько неприятно слушать, который привык к красивой речи. О чем они говорят? Да он даже ударение не может поставить нормально. Если он в земном не разбирается, что он говорит о небесном? Что он понимает о небе, если он даже слова не знает, как правильно произнести? Ну, так человек будет думать. Вот что этот знает, человек необразованный, он даже не читал ничего. Он Библию толком не читал. Он не знает, как в Библии написано. В Библии правильно должно быть ударение, правильно поставлено. Он даже этого не знает. Евангелие с ударениями вот можно найти. И вот этот словарик, призывная проповедь, найдите этот словарик. Очень и очень будет полезно. Введение в Библию, обзоры Библии. Ну, здесь так несколько я напишу, предложу здесь мысли. На самом деле книг намного больше. Я здесь несколько только написал, скажем, добавил. Такие общие обзоры Ветхого Завета. Вам где-то даже было, наверное, задание когда-то? Кто-то читал Ветхий Завет, говорит Шульца, да? Может быть, помните? Есть такая другая книга по Ветхому Завету. Лассор, тоже обзор Ветхого Завета. Она более сложная, глубокая, более сложная. Новые книги появились. Если я не помню точно имя, где-то переведена книга Мангано, по-моему, фамилия, обзор Ветхого Завета. Точно появились. Если я не помню точно имя, но есть такая книга. Введение в Пяти книжек, тоже очень неплохая книга. Ну, общий обзор. Я имею в виду обзор такой к Сати книжек, тоже очень неплохая книга. Это уже старая книга, но для общего понимания Ветхого Завета я бы вам настоятельно рекомендовал прочитать. Кто из вас не занимался этим Ветхим Заветом, настоятельно рекомендовал бы для общего понимания Ветхого Завета. Чтобы в целом понять картину, хронологию, сливясь событий. Не очень толстая книга, Джордж Шульц в этот завет говорит. Ну, кто хочет, может больше. Для Нового завета очень полезная книга Мэрил Тэнни. Это обзор Нового завета. Она тоже простая. Очень ясный, последовательный, простой обзор. Но есть более сложные книги, такие как Дональд Гатри или Роберт Гандри. Но она проще, Роберт Гандри может быть лучше. Сейчас я передал в библиотеку книгу Рей Стэдман «Путешествие по Библии». Но это больше как гомелитический комментарий. Но очень полезный для общего понимания тоже. Вот такая толстая, правда, книга. Вот классическими остаются такие вещи, как Шульц, Ветхий завет говорит. Мэрил Тэнни, Обзор Нового завета. Это как остаются такие вещи, как несложные, простые. Есть уже посложнее вещи. Насыщенные, как Лассор или Хамильтон, или тот же Гатри. Но это классика, такие простые, понятные для общего понимания Ветхого завета. И когда-то, ну это уже с других, да, я помню, что мне помогло очень. Это было по посланию к римлянам и посланию к галатам. По мэрилам, посланию к галатам тоже мне очень помогла такая книга. Хорошая есть книга. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok